Главное советское и, возможно, политическое мероприятие Великобритании. Уже завтра в Лондоне, в Кенсингтонском дворце, принц Гарри сочетается браком с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба обойдется почти в 3 миллиона долларов. Почти 40 миллионов потратят на охрану и обеспечение безопасности мероприятия. На обеденном приеме и ужине будут присутствовать около 600 гостей. Кроме того, более 2,5 тысяч человек из числа простых британцев угостят чаем и горячими закусками на территории Виндзорского замка. По данным издания GQ, на свадьбе выступят исполнители Kingdom Choir, велончелист Шеку Канэм Мезон, а также Элтон Джон, группа Spice Girls, Эд Ширан и певица Адель. На прямую связь с нашей студией из Лондона выходит Александр Смотров, журналист, автор книг о Великобритании, эксперт по королевской семье. Так ведь правильно, наверное, будет говорить Александр? – Да, Тихон, добрый день. Действительно, уже следим за этой темой, за королевской семьей долгое время. И предыдущая королевская свадьба в 2011 году, естественно, реклама. – Да, ну вот предыдущая королевская свадьба, если я не ошибаюсь, это была 29 апреля 2011 года, когда сочетались браком Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Я помню прекрасно, как она освещалась на всех мировых телеканалах, очень подробно каждый шаг. В чем отличие того, что мы увидим завтра, от того, что мы видели 7 лет назад? – Ну, наверное, самое главное отличие в том, что предыдущая свадьба, она по своему статусу была выше, чем будет свадьба принца Гайри, поскольку было ясно тогда, что мы видели свадьбу будущего короля в Великобритании, поскольку Уильям будет наследовать трон после своего отца Чарльза, если все будет благополучно обстоять, так сказать, и с их здоровьем. А вот что касается принца Гайри, то он уже отчиснен от британского престола не только своим отцом и своим братом, но и тремя племянниками. Поэтому его шансы на занятие трона весьма невелики, и это вносит определенный элемент какой-то расслабленности и большей свободы в эту свадьбу. Конечно, это будет государственное событие, но оно немножко все-таки на такой расслабленной ноте будет проходить, и они уже нарушили очень много традиций и в плане организации, и в плане вообще... А расскажите, какие традиции нарушены? Ну, во-первых, свадьба проходит не в Лондоне. Свадьба будет проходить в Пинзере, и это уже немножко снижает такой градус актитоза, хотя это, конечно, официальная резиденция и очень важное место для королевских войск, и тем не менее это уже такое не столичное событие, скажем так. Во-вторых, это, по-моему, если я не ошибаюсь, первая свадьба столь высокого оставленного представителя королевской семьи с иностранкой, плюс какие-то вещи, которые в самой организации свадьбы стали явными. Например, вот сегодня и вчера очень сильно обсуждали, кто поведет ее калкарю невесту, и выясняется, что ее отец не может, и поэтому ее калкарю поведет в Кринспиаре. И вот такие организационные моменты, какие-то другие вещи, они придают немножко большей живости. А в связи с тем, что здесь статус свадьбы ниже, чем статус свадьбы, о которой мы все говорили 7 лет назад, вообще в целом это событие воспринимается как событие политическое, или событие исключительно светское, или какое-то еще? Ну, монархия, на самом деле, не воспринимается слишком сильно как политический институт, хотя, естественно, это в государственной структуре очень важный институт. Это, конечно, событие больше, наверное, культурное, объединяющее нацию, потому что в последнее время в основном были разъединяющие британские нации события, начиная от Брекзита и заканчивая какими-то вторыми вещами, которые по политическим причинам делят британское общество. Здесь все-таки больше такой объединяющий фактор, плюс, опять же, это популяризация Великобритании как страны в мире, которая является носителем каких-то традиций, культуры и так далее. Ну, и, конечно, здесь тоже нужно сказать о том, что это, конечно, такое светское и в какой-то мере, опять же, туристическое и развлекательное событие. А насколько Лондон живет этим? Условно говоря, вот сейчас у нас на экранах зрители могли видеть какую-то символику, которая, судя по всему, продается в британской столице. Насколько этого много? Человек, который приезжает, прилетит сегодня вечером накануне свадьбы в Лондон, он поймет сразу, что намечается что-то? Или город живет в целом своей жизнью? Нет, признаки, конечно, королевской свадьбы видны тут и там. Во-первых, очень много британских флагов. Британские флаги не так часто вывешиваются в стране, поскольку здесь, допустим, если это футбол, то это все-таки флаги национальных сборных. Это Англия будет, Шотландия и так далее. А вот именно британские флаги вывешиваются только таким событием, как, опять же, королевская свадьба. Потом, конечно, очень много сувенирной продукции. В магазинах всякие коробки с печеньем, кружки и так далее, и так далее, и так далее. Напоминают нам и о рождении недавнего наследия престола, и о свадьбе. То есть тут два таких флаги, которые обыгрываются в стране. Бритиш-эрвейс авиакомпания будет всех пассажиров, кого зовут Гайри и Меган, завтра опускать в ложе первого класса в аэропорту. Один из рейсов, который будет встретить Торонто из Лондона. Все члены экипажа были подобраны так, чтобы их звали либо Гайри, либо Меган, и пассажирам будут тоже давать подарки и наливать шампанское. Также еще сегодня буквально я получил имейл от своего собственного местного совета. То есть наши лондонские местные власти организуют или, по крайней мере, рассказывают жителям о уличных праздниках, которые будут проходить в разных уголках Лондона. То есть реально люди собираются, организуют какие-то совместные вечеринки, чаепития и так далее, оформляют флажками и разными другими атрибутами улицы, дома. То есть да, такой общенациональный праздник, потому что действительно монархия, как я говорю, это одно из немногих, что объединяет людей разных и политических взглядов, разных образцов и так далее. У меня последний вопрос. Если позволите, вот эти 2600 человек, простолюдинов используют такое слово, которым посчастливится завтра попасть на свадьбу. Они кто? Был какой-то отбор, лотерея или какой-то другой принцип, исходя из которого их отбирали? Принцип был похожий на тот, что используется, допустим, при приглашении людей на чаепитие в саду Букингемского дворца и других королевских резиденций в Великобритании. То есть это люди, которые чем-то прославились или заслужили эту честь в своей работе, в своей общественной деятельности, какими-то благотворительными делами или работая в некоммерческих, неправительственных организациях, помогая другим. То есть тут такая смесь. И действительно, это опять же еще один способ приблизить монархию к людям и показать, что в принципе они друг от друга учатся, питаются чем-то и не пытаются сильные меры всего королевские особо оторваться от своей нации, потому что это единственная их опора. Естественно, их нужно как-то тоже вовлекать в эти события. Ну и помимо этих людей, кто приглашен, кто получит там свой чай и соответствующие чести, там будет куча других людей, которых никто не приглашал, но которые сами хотят переехать и увидеть своими глазами это событие, которое происходит все-таки не так часто. Что ж, спасибо большое. Будем ждать. Ждать осталось недолго, уже меньше суток. Александр Смотров, журналист на прямой связи с нашей студией, автор книг о Великобритании, эксперт по королевской семье, рассказал нам о том, как в Великобритании готовятся к свадьбе Меган Маркл и принца Гарри.